Особое мнение на 101FM И начнем с локальной темы, с обсуждения вероятного возвращения в Киров прямых выборов мэра Эта тема, почему мы ее обсуждаем, она заявлена, среди прочих, на грядущем третьем урбан-форуме, который пройдет в ноябре И, в общем-то, организаторы этого форума говорят, что без включенности мэра в городские процессы Какого-то более-менее осмысленного городского благоустройства, комфортной городской среды достичь невозможно Собственно говоря, поэтому организаторы и питают надежду на то, что от заинтересованности мэра В первую очередь выборного мэра будет зависеть улучшение в сфере урбанистики городской И в качестве заявленных гостей на урбан-форум уже приглашен и уже дал согласие последний выборный мэр Екатеринбурга Человек, который о выборах мэра достаточно осведомлен, это Евгений Ройзман Последний выборный мэр Екатеринбурга И вот я хочу вас, Дмитрий, спросить, какова вообще вероятность возвращения в Киров прямых выборов И вообще, хорошо это или нет, потому что мы все время говорим там выборы-выборы, давайте их вернем Вообще, хорошо ли это и нужно ли нам это? Ну, наверное, вот начну со второго вопроса, хорошо или нет На мой взгляд, несомненно, прямые выборы мэра, которые одновременно являются и главой администрации, и главой муниципального образования Вот, это благо Это благо по сравнению с той схемой, которую мы имеем сейчас с двуглавием И в той ситуации, когда глава города это спикер думы, а глава администрации должность невыборная Вот, но при этом, как бы, самый важный момент, хочется подчеркнуть, что не надо вот эти прямые выборы И единое началие в городе воспринимать как панацею от всех городских бед и проблем Вот, да, это один из возможных инструментов, которые можно применить для улучшения качества городской среды Для более успешного решения городских проблем Вот, но это сама по себе, вот, отдельно взятая мера, это не панацея Вот, потому что тут мы должны обязательно говорить о более широком контексте, связанном с федеральной политикой, с федеральным законодательством И не столько, скажем так, административно-управленческим, но в том числе и налоговым Вот, потому что мало для какого-то прорыва, допустим, в качестве жизни, в качестве городской среды Кирова Просто поставить выборного мэра Вот, во-первых, сами выборы могут пройти, ну, скажем так, с результатом, когда персона не поменяется Реально жмущая на кнопки и принимающая решения Вот, потому что, если мы так посмотрим, даже те немногочисленные региональные центры России, где еще остаются прямые выборы мэра в том или ином качестве То, в основном, там люди, представляющие Единую Россию Вот, поэтому тут вот возникает вопрос, как еще выборы пройдут, кто на них выберет Но ведь это не вопрос партийности, ведь это, я так понимаю, что это вопрос эффективности в первую очередь И эффективности, вот, и, как бы, продолжу Ладно, хорошо, вы выбрали мэра, но главное, чтобы у мэра и его команды, естественно, которые он с собой переводит Были реальные рычаги, скажем так, ресурсы Потому что, ну, это секрет Поли Шинеля И тут, насколько помню, и гости этой студии периодически говорили о том, что у нас, как бы, самоуправление, оно вроде бы есть на бумаге Закон есть в Конституции, про это упомянуто Но вот это само мы можем смело зачеркивать Управление, когда, собственно, муниципалитеты, они так или иначе являются продолжением системы госуправления И полностью или почти полностью зависят от того, что уже система госуправления им спустит Конкретно, сколько подкинет денежек от налогов? Потому что вот те налоги и сборы, которые являются сугубо муниципальными, они и близко не могут закрыть потребности муниципальных образований, уж тем более такого крупного, как город Киров, в финансовых ресурсах По-моему, и в этой студии тоже не раз оглашалось, что, допустим, один из основных источников доходной части бюджета города Кирова Это отчисление от федеральных налогов, в первую очередь от НДФЛ Вот, вот, то есть никакой финансовой самостоятельности и близкого муниципалитетов нет Понятно, что самостоятельность, если все-таки федеральный центр ее начнет давать, должна сопровождаться ответственностью Вот, и я бы еще сказал попутно, это тоже аспект проблемы глобальной муниципальной, это кадры Это кадры, потому что, опять же, хорошо, мэра выбрали, мэр хороший, там замы у него хорошие, но муниципальная политика, она, качество городской жизни, она не зависит от того, как и кто работает на должностях начальников отделов, специалистов, ведущих специалистов и так далее Что они тоже принимают те или иные решения, вот, а это, ну, может быть, в городе Кирове это не настолько остро, но все-таки, если мы говорим о местном самоуправлении в целом Проблема кадров, особенно, вот, чем дальше от больших городов стоит, тем острее Подождите, проблема кадров, она вообще не зависит, там, выборный мэр или невыборный, потому что у нас такие проблемы есть, что сейчас, что они будут при выборном мэре Так вот, я говорю, к чему веду Просто поставить выборный мэр, и на начале, мало что изменится, по крайней мере, сразу Ну, вот, ну, попутно нужно решать, как минимум, проблемы финансовой самостоятельности и финансовой ответственности, и плюс работать над развитием кадров Ну, для Кирова это не столь актуально, вот, но если мы говорим, там, допустим, о муниципальных районах, а уж что там говорить, там, городских, сельских поселениях, там, там картинка не очень веселая порой, да, потому что там, там порой какие-то косяки в их работе могут быть связаны не, там, не просто не с коррупцией, там, кумовством, кланом, а с элементарно низкой компетенцией Ну, что, ну, тоже секрет Пали Шинель, обычно на муниципальную службу огромных очередей желающих нет Государственно-регионально, ну, там еще что-то можно увидеть Все-таки прямые выборы, это благо? Это благо, это благо, но не надо вот на него смотреть, как на панацею от всех бед Это благо А перспектива возвращения, как вы оцениваете? Насколько реально вот в действующей системе власти, там, в региональной, насколько вероятно, что ее вернется? Оцениваю не очень высоко, да, потому что тут, ну, если мы берем, скажем так, те группы и те партии, которые принимают сейчас решение, то они, думаю, не будут ничего делать без оглядки на федеральный центр А что значит без оглядки на федеральный центр? Федеральным законом у нас разрешены прямые выборы, они допускаются, почему? Ну, при этом, вот я уже перечислил, там у нас буквально меньше десятка областных центров, где есть эти прямые выборы мэра То, в основном, это Сибирь, Дальний Восток Ну, еще там сколько-то, там, более-менее крупных городов Москва, например, выбирает, Питер выбирает Ну, они субъекты федерации, тут это не местное самоуправление, вот, и поэтому тут, тут вот их приплетать, как и Севастополь, смысла нет Вот, а вот, там, Абакан, Кемерово, Якутск, там тоже такой очень примечательный мэр, женщина, Анадырь, самый восточный Вот, там выборы прямые остаются, вот, и все, ну, меньше десятка, там я могу какой-то город забыть, вот То есть, очевидно, да, власть федеральная задает определенные правовые рамки, вот, но при этом региональные элиты следуют, видимо, по указанному вектору, что, вот, не надо прямых выборов мэра Вот, возможно, с точки зрения федерального центра, это как-то повышает управляемость и ответственность в принятии решений и использовании тех же самых, по сути, федеральных денег, которые через трансферты закачиваются в муниципальный бюджет Вот, я, по крайней мере, такую связь вижу, и тут, получается, замкнутый круг Что своих денег у муниципалитетов нет или почти нет, соответственно, дают власти, федеральные или региональные, соответственно, кто дает деньги, тот и оплачивает музыку, заказывает музыку Вот, и музыка такая, что, мол, мы ставим своего мэра или главу администрации, вот, и с него спрашиваем, не избирателей То есть, если я правильно понимаю, то региональной власти, там, и в лице, например, партии власти, эта история невыгодна Ну, скажем так, больших выгод пока я не вижу, вот, тут могут быть какие-то альтернативные сценарии, но вот у нас не за горах, а большие выборы Да, 21-го года, если бы они Вот, и, в принципе, какие-то оппозиционные парламентские партии, там, ну, те же ЛДПР или, может быть, справа Росы Могут более плотно попытаться оседлать вот эту повестку с прямыми выборами мэра и ее как-то продвигать Тогда, возможно, это, скажем, я пытаюсь моделировать возможные сценарии Партия власти попытается это что-то перехватить и начнет шевелиться Перехватить в плане... Перехватить институт Перехватить эту тему или все-таки ее взять в свои руки и попытаться реализовать? Возможно, попытаться взять в свои руки, но, опять же, тут будет зависеть не только вот от региональных элит в Единой России Да, они все равно будут действовать, смотреть с оглядкой на федеральный центр Ну, если мы будем говорить для города, для горожан, вообще преимущества есть у прямого мэра, избранного на прямых выборах? Я бы подчеркну еще, единоглавие плюс прямые выборы, да Вот, по-моему, Алексей Кузьмин когда-то замечал, что если я иду по тротуару и по ледышке, да Я должен вспомнить эту фамилию И падаю, да, я должен знать конкретную фамилию, которую я буду вспоминать разными нехорошими словами Вот, ну, образно, резко, но правильно, на 100% правильно, вот тут я с Алексеем согласен Вот, ну, и, соответственно, если едино на начале, то, по идее, это должен быть тот, кому горожане доверили Вот это право принятия решений, смотреть за транспортом, за тротуарами, за коммуналкой, за использование муниципальной собственности и прочее Вот смотрите, когда вы говорите, там, горожане доверили, да Я когда изучала эту тему, когда я смотрела различные материалы, я встречала такие позиции, что власти, там, региональные, например, не хотят доверять горожанам избрание, да Потому что, ну, они могут выбрать кого-то не того, это во-первых А во-вторых, вседозволенность, одна из причин отказа от прямых выборов мэра, это, ну, такая якобы вседозволенность, которую могут использовать мэры, да Понимая, что у них нет механизма, там, отзыва или механизма отстранения их от власти Они могут превышать свои должностные полномочия Вот в этом случае, если мы говорим о прямых выборах, должна ли быть здесь какой-то, ну, какой-то механизм отстранения его от власти, потому что у назначенного мы, по-моему, знаем указом губернатора Вот, естественно, должен быть механизм, ну, в принципе, в теории они прописаны, в том числе и отзыв, голосование по отзывам избранных муниципальных должностных лиц В законе-то у нас есть, как бы, это теоретическая возможность, только она, насколько я помню, толком нигде и никогда не использовалась А кто отзывает? Жители? Да, избирателями в муниципальном образовании Теоретически такая возможность есть, вот, но, думаю, тут нужно работать, в том числе на федеральном уровне над, вот, то, чтобы была практическая возможность это осуществить Вот, ну и плюс, действительно, сама возможность того, чтобы отстранить выборного мэра досрочно, там, допустим, региональной власти, ну, она должна быть, на мой взгляд То есть региональная власть все-таки должна иметь возможность отстранить? То есть должны быть, я просто пытаюсь понять, как в вашем понимании, должны иметь возможность отстранить и жителей, и областная власть Да, вот, но эти случаи должны быть, особенно по отстранению региональной властью, должны быть максимально четко прописаны максимально, возможно, четко прописаны с учетом того, что там и законодательство может меняться постоянно, что в каком конкретном случае не просто там поссорились губернаторы и мэр, а вот конкретный косяк, там, неосвоение каких-то денег, завалил какую-то программу муниципальную, региональную или федеральную. Вот в таком векторе. Что максимально четко и понятно, за что они, потому что они там не сошлись во взглядах, это или представляют разные партии. А не будет ситуации, что мэр, да, его избрали, он работает на этой должности, и вот он постоянно там с оглядкой на губернатора еще на какие-то, он не может принимать решения, потому что он все время сидит и переживает за то, что его могут снять. Может быть, лучше оставить его, пусть он свои пять лет отработает, не трогать его, там, пусть он знает, что вот у меня есть пять лет, и, соответственно, за эти пять лет я там отвечаю. Ну, хороший вопрос. Понятно, что мы тут сейчас рассуждаем теоретически, вот, я считаю, что все-таки возможность и отзыва должна сохраняться, ну, по крайней мере, может быть, оставлены, должны быть какие-то защищенные периоды, ну, условно говоря, год после избрания и год до истечения срока полномочий выборного мэра. Примерно так. Вот. И конечный итог, ну, скажем так, как это может будет работать на практике, политика — это все равно пространство договоренности. Вот. Пока цивилизованная, развитая политика, политическая жизнь, да, это культура компромиссов и культура диалога. Вот. Понятно, что этого фатально России не хватает. И тут я про все уровни управления и политики говорю, не только про муниципальные. Вот. Но это должно быть. Вот. Поэтому, ну, понятно, да, тут многое будет зависеть как раз от того человека, который, мы фантазируем, все-таки выдвинул кандидатуру, избрался, получил требуемое большинство. То есть, скажем так, я думаю, такой человек, такая личность, персона, если такие все-таки будут, ну, у них хватит, назовем так, самообладания, выдержки и воли не оглядываться каждый раз и не смотреть в рот региональной власти. Понятно. Давайте к другой теме перейдем. Кировское законодательное собрание 24 сентября в первом чтении приняло законопроект депутата Валерия Басюка, вводящего определенные ограничения при проведении митингов и акций протеста. Согласно документу, правительство получает полномочия и будет определять список мест, где эти самые митинги можно будет проводить. Что это будут за места, пока непонятно. Но понятно, что в этих местах будет ограничена заполняемость из расчета 1 человек на 1 квадратный метр. Условно, если наша площадка 100 квадратов, то максимальная численность участников 100 человек. Естественно, что с таким ограничением не согласилась и возмутилась оппозиция. В результате только Единая Россия этот законопроект поддержала. И вот какой вопрос. То есть у нас принять закон можно, в принципе, любой. Вопрос реализации, вопрос контроля этого закона. и напрашивается вопрос, каким образом вообще вот эту самую предельную заполняемость можно контролировать. Кто будет ее контролировать? И зачем мы сегодня вот это ограничение вводим, если человек хочет, пришел, хочет выразить свою позицию по данному вопросу, он пришел на это мероприятие. И мы, по большому счету, понимая, что он пришел там сверх нормы, мы его выводим с этого мероприятия, и что мы нарушаем его конституционные права, получается? Получается, да. В общем-то, вопрос, мне кажется, ваш последний риторический, да, и ответ уже чувствуется. Да, потому что я вчера, когда думала, у меня навело на мысли. Да, потому что этот закон, ну, понятно, не только для того, чтобы нарушить конституционные права. Тогда почему он принят? Я вообще этого не понимаю. А. Выразить вернободонические чувства по отношению к центральной власти. Б. Опять же, тут играет инстинкт, такой, я бы сказал, древний архаический инстинкт российской власти на многих уровнях держать и не пущать. Да, вот, понимаете, надо бороться не с митингами и демонстрациями, как таковыми, а с тем, из-за чего люди могут выходить на митинги и демонстрации. Тогда сразу следующий вопрос. Это все-таки федеральный тренд, это какая-то, не знаю, сверху спущенная история, или это там оригинальное желание, что называется, перебдеть? Скорее, второе. Я ставлю на второй вариант, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Такова логика господина Бусюка и же с ними. Понятно, тут мы можем оглядываться на интересный контекст современный, особенно то, что творится в Минске и в других городах. Отчасти, думаю, это навеяно вот этими событиями. Ну, когда обсуждали, я помню, что Хабаровск упоминали, говорили, зачем нам это все нужно. Ну, теперь вот как раз вот таких аргументов как раз сугубо политических, а не административных или там эпидемиологических прибавилось. Держать и не пущать, и бороться, собственно, со следствиями, а не с причинами. Ну, вот эти пункты в концентрированном виде инициатива Бусюка и выразила. То есть я правильно понимаю, что эту инициативу, в принципе, можно отменить, если она действительно нарушает конституционные права. Как-то, я не знаю, в судебном решении, в судебном формате. Ну, думаю, должен найти тот или те люди, те группы, партии, которые, если что, пойдут в суд с этим. Ну, опять же, вот если все-таки мы исходим из того, что законопроект не ляжет под сок, но будет быстро принят в оставшихся чтениях, ну, это можно, скажем так, на этом сыграть и поставить одним из коньков оппозиции своей предвыборной повестки в 21-м году. И возвращаясь к первому вопросу, который я задала, как и кто это будет контролировать? И как это вообще можно контролировать? Ну, опять же, как? Никак, да, потому что, ну, понятно, у нас есть вот правоохранительные органы, патрульно-постовая служба и так далее. Ну, что они будут с рулеткой ходить, там, обмерять театральную площадь, там, сквер борцов революции или там еще что-то. Ну, я с трудом это представляю. Ну, кстати, вы думаете, театральная площадь войдет в список этих специально отведенных мест? Вряд ли, вряд ли. Понимаете, тут и без всякого закона, когда кого-то не хотели пустить на театральную площадь, там самые наивные или тупые предлоги находились, для того, чтобы не пускать там. Начиная там с выставок пожарной и прочей техники, вот и заканчивая детскими турнирами по баскетболу. Тогда что это? Это попытка отодвинуть протест словно там из глаз долой? Да. Ну, скажем так, понятно, что если пойдет большой протест по типу Хабаровского, то тут ничто не помешает. Но попытка загнать этот протест хотя бы в какие-то никакие, но рамки. Вот в нашем эфире Михаил Шевелев сказал, что вот таким законопроектом, да, такой инициативой вообще власти, они закручивают вот эту вот крышку протестной активности, и рано или поздно эта крышка сорвется. Там когда, как, при каких обстоятельствах, неизвестно. Но то, что это произойдет, это факт, вот по его словам. Вы как с этой позицией? Согласны или нет? Общая мысль правильная, но вот смотрите, опять же, сорвет очень скоро, не очень скоро, или может вообще через сколько-то там лет крышку зависит от давления внутри вот этой банки, которую завернули. Вот, а тут, ну, скажем так, если брать социально-экономическую ситуацию и состояние доходов населения, вот, то прогнозы тут, понятно, неблагоприятные, и тут самый тонкий момент, это вот где-то грань терпения, когда люди просто перестанут надеяться на лучшее или на самих себя и начнут в том числе выходить на улицу. Вот, ну, вроде бы, вроде бы, да, мы привыкли считать и говорить, что у русского народа терпение огромное, просто ВОЗ, вот, но с другой стороны и общество наше меняется, меняются поколения с немного разными, приходят в жизнь взрослую, с немного другими ценностями, и люди приходят, вот, у которых вот эта терпелка, она на уровне пониже, чем, допустим, у поколений по старше. Вот, поэтому, да, действительно риск существует, что вот либо банка треснет, либо крышку сорвет, вот, но оценивать вот степень вероятности того, когда сорвет или банка треснет, я пока не возьмусь. Вот, но риски такие, безусловно, существуют. Тут я с... И что станет катализатором, тоже мы не можем пока сказать. Ну, применительно, к Кировской области, тут сложно что-то говорить, ну, вот у нас потенциально где-то помуссировалась тема с заводом в Мородыково. Вот, то есть она была у нас в топах, в повестке где-то, ну, года полтора назад. Сейчас заглохла, но всякое может взорваться, случиться. Вот. Та же мусорная проблема, которая сейчас после решений по... Да, которая достаточно активно сейчас обсуждается. ...зависла в воздухе. Вот. Многое может стать спусковым механизмом. Опять же, какие-то спорные ситуации на выборах тоже могут стать определенным поводом для выплеска социального протеста. Ну, вспоминаем, допустим, там, декабрь 2011 года. Угу. Давайте мы про эти спорные ситуации на выборах поговорим после рекламы. Это особое мнение Дмитрия Ильина, политолога. Мы уйдем на рекламу и продолжим. Особое мнение на 101FM. Особое мнение политолога Дмитрия Ильина мы сегодня слушаем. Да, я, как обещала до перерыва, мы переходим к истории с протестной активностью в братских наших странах, в Киргизии, в Белоруссии, страны постсоветского пространства. Если я не ошибаюсь, по-моему, два месяца уже идут протесты в Белоруссии, было, честно говоря, такое ощущение, вот когда уже стало появляться, что Лукашенко усидит, что все будет хорошо, что уже там протесты утихают, появляется Киргизия, где в минувшие выходные прошли выборы. И люди, в общем-то, что там, что там, недовольны результатами выборов и не признают результат этих выборов. И вот листая вчера телеграм-канал, в частности, в Низыгаре, я прочитала, Низыгар, в частности, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, говорит о том, что это Белоруссия и Киргизия, в общем-то, это только первые звоночки. Да, и на очереди у нас есть и другие страны постсоветского пространства. И в первую очередь это Таджикистан, где уже в это воскресенье пройдут президентские выборы. Потом Грузия, где 31-го будут парламентские выборы, 31-го октября. И затем Молдавия со своими президентскими выборами 1-го ноября. Ну, то есть, получается, что минимум еще в трех государствах события, схожие с теми, что уже происходит там в Белоруссии и в Киргизии, могут произойти. С чем вот эту вероятную, да, вот уже происходящую и вероятную протестную активность вы связываете? И есть ли у них какая-то общее, что-то связующее? Ну, связующее звено, которое иногда отдельных персон заставляет вспоминать вожделенное словосочетание цветная революция, вот это спусковой крючок, выборы. Их разные оценки результатов этих выборов. Вот. Ну и сразу тут вроде бы по закону жанра цветные революции, особенно если слушать нашу официальную госпропаганду. Я если понимаю, что в Киргизии это как раз не цветная революция, там... Ну, посмотрим, что будет дальше. Кризис с претензией на госпереворот. Посмотрим, что будет дальше, потому что в Киргизии все еще, по-моему, только самое веселое и интересное начинается. Вот. В Беларуси у нас действительно уже есть такой представительный двухмесячный кейс, очень насыщенный собаками. Вот. Вот. Участие. Я подчеркну наблюдателей, экспертов, да, сразу такая рефлекс. Ага, цветная революция, наймиты госдепа, вот, агенты НАТО и прочее, прочее, прочее. Ну, вот. Понятно, я с этой позицией не согласен. Вот. Потому что даже если вспоминать классику цветных революций, это середина нулевых годов, Грузия, Украина и та же Киргизия, то, понятно, там имело место внешнее вмешательство, наверное, наиболее, скажем так, резкое, неприкрытое на Украине. Вот. Но, если вдуматься, то главные причины этих потрясений революционных лежали внутри. И у каждого они были свои, хотя и некоторые общие моменты они тоже выделяются легко, лежат на поверхности. Это неэффективность власти, это коррумпированность режима, это низкий жизненный уровень населения. Вот риторический вопрос, да, в 2004 году там мужики из какого-нибудь Тарнополя, западной Украины там, или Иваново-Франковска, поехали бы они в Киев и стали бы они, как полные идиоты, орать неделями Юшенко, Юшенко, если бы у них была нормальная работа, зарплата и возможность прокормить свои семьи. Ответ, думаю, очевиден. Вот. Ну и дальше там уже вот на эту удобренную, очень удобренную своими же почву бедности, коррупции, неэффективности, недоверия падали удобренные зернышки. Вот. Если говорить уже вот от классики, переходим мы к современным событиям. Вот. Алимент общий, формально. Да, потому что если брать пока, ну, скажем так, состоявшиеся события в Беларуси и начавшиеся в Киргизии, вот, все начиналось с выборов, но если мы дальше смотрим внимательно то, что было до и то, что было после, вот, то разные абсолютно истории. Да, потому что ну, события в Беларуси они приобрели ярко выраженную антилукашенковскую окраску, вот, и все выкрутится вот к этому, что, мол, белорусы устали от Лукашенко. На самом деле не все белорусы, а только часть, да, потому что если бы было подавляющее большинство против Лукашенко, то его бы и ОМОН не спас. Это понятно, да, то у людей инстинкт самосохранения все-таки имеется, в том числе даже у минских ОМОНовцев. Вот, они бы упустили щиты бы и ушли. Вот. В Киргизии там, с одной стороны, киргизское общество в социальном и политическом плане, я думаю, ну, где-то на ступеньку или две ниже белорусского, вот, потому что там еще, ну, скажем так, пережитки даже, я бы сказал, такого досоветского строя сказываются, да, Тогда что заставляет вот этих людей, у которых, в общем-то, не все хорошо с доходами, выходить на площади, на улицы? А вот как раз пережитки вот еще вот того древнего архаического, потому что, если посмотреть на росы партий, которые прошли, вот, в парламент киргизский, где эти выборы отменены, и которые еще не прошли, то там просто калейдоскоп в духе, ну, не знаю, поздних девяностых у нас. Вот. И большинством этих партий стоит не какая-то конкретная программа, платформа, идеология, а это либо такие вождистские партии, партиечки вокруг каких-то местных баев, лидеров, вот. Плюс это партии, группировки на региональной основе. Потому что в Киргизии там достаточно, резко просматривается от этого деления север-юг, куда примешиваются, в том числе, и этнические факторы. Вот. В Оше там периодически случались очень грустные события, связанные в том числе и с этническими разборками, очень жесткими и жестокими. Вот. И вот вектор с белорусами более-менее событий понятен. Кто где, кто за что. Вот. Там, конечно, есть нюансы в плане того, что белорусская оппозиция толком ничего конкретно не предложила. А что будет, если Лукашенко уйдет? Будут перевыборы. Ну, это понятно. Дальше, дальше. И больше ничего. Это единственный логозунг, с которым они выступают. Ну, по крайней мере, есть вот этот стержень. Да. Лукашенко, уйди, даешь новые выборы. Но Лукашенко-то нелегитимен. В Киргизии там просто, по крайней мере, то, что я читал последние дни, вот, там и оппозиционеры самые разные, готовы грызться не только с нынешней властью, но и друг с другом. Вот. То есть там все потенциально даже более драматичным, что, а, уровень развития общества несколько пониже, вот, и плюс вот эта куча баев, региональных лидеров, кланов, которые, может быть, окажутся в состоянии договориться друг с другом, а может быть, нет. И все-таки, вот, про эти три страны, о которых мы говорили, да, вот, возможно ли протесты там? Мне кажется, Грузия, да, но недолго. Молдавия, да, но недолго, а вот на Таджикистан надо будет посмотреть очень внимательно. Там риски большие, опять же, общество не сильно развитое, плюс общество, которое большую часть 90-х сотрясало на самую натуральную гражданскую войну. Вот, и понятно, там с момента подписания мирных соглашений прошло уже, сколько получается, больше 20 лет, но риски есть, что полыхнет. там, тем более, под боком, там Афганистан, а в Афганистане там с 2001 года, по сути дела, хроническая анархия. Вот, поэтому, мне кажется, вот, риски того, что недовольство выборами и дальнейшие какие-то столкновения хронической, острой нестабильности бы выше всего в Таджикистане. Ну, посмотрим. Ну, для нас это может иметь какие-то последствия? Ну, естественно, потому что Россия, объективно говоря, это на данный момент региональная держава, и как раз ее сфера влияния, или, по крайней мере, амбиции, реальные амбиции, тут Сирию выносим за скобки, как раз простираются на постсоветское пространство. Вот, это все, так или иначе, все перечислено, это и есть постсоветское пространство. Вот, другое дело, что, ну, скажем так, какие-то прочные позиции во многих из названных бывших советских республик, России уже были утеряны достаточно давно. Вот, ну, что вот, если поперечислять вот это все, кто из, кого из, ну, кроме Белоруссии, да, это отдельный кейс, вот, если посмотреть, кто из Киргизии, Таджикистана, Молдавия, кто из них в доску наши? Или хотя бы с натяжкой ориентируются во внешней политике именно на Россию и только на Россию? Ну, вот, никто. Вот, понятно, что тут может быть ущерб интересам России косвенный, да, потому что мы и так в начале 90-х при развале союза столкнулись с кучей локальных конфликтов и реками крови, уже упомянутым Приднестровье, Карабахе, Абхазии, та же гражданская война в Таджикистане. Вот, и даже если эти, вот эта возможная новая бойня в условном Таджикистане не будет иметь ярко выраженной антироссийской направленности по лозунгам, это все равно будут риски для нашей безопасности. Под боком там Афганистан, в Афганистане анархия и МАК. У нас не так много времени остается до конца эфира, буквально три минуты, и я поэтому задам, наверное, один и последний вопрос. У меня в последнее время, он будет такой, общего характера, вот у меня в последнее время формируется такое ощущение, что не очень сладко нашей стране приходится на международной арене, да, это Украина, это Белоруссия, это Киргизия, это отравление с Алексеем Навальным, это антироссийские лозунги на выборах в США, это теперь уже на Горный Карабах. Вот, нет ли у вас ощущения, что вокруг нашей страны стягивается некое кольцо? Ну, знаете, это кольцо у нас стягивается так-то, вот, по меньшей мере, с 90-х годов. Сейчас острая фаза. Насколько острая, наверное, как раз вот станет ясно ближе к концу осени, вот, ну, вот хотя бы три факта Беларусь, Киргизия и обострение в Нагорном Карабахе, но это все играет против интересов России, так или иначе. Вот, и с этим в России придется разбираться, ну, чем быстрее, тем лучше. Эта ситуация может как-то для нас в положительном ключе закончиться? Потенциально может, но для этого нужно сойтись слишком много факторов, но надо работать, надо работать, вот, и со своими, как бы пока еще союзниками Беларусь, и с полусоюзниками, и недосоюзниками Армении, Азербайджан, вот, ну, и с Киргизией. Хотя, думаю, тут в меньшей степени, думаю, тут основной интерес у нас это, опять же, то, чтобы в Беларуси все разрешилось, а, мирно, б, с нормальным уходом Лукашенко, если не через год, то через два, вот, ну, Карабахский конфликт, он настолько давний, глубокий, что, ну, чем быстрее он перейдет снова в вяло текущую фазу, я уж тут не заикаюсь про его урегулирование, ну, тем лучше, вот, я думаю, тут запал, и со стороны Турции, со стороны Азербайджана, он не бесконечен, вот, армяне умеют упираться, но и до конца не иссякнет, они это уже, да, я думаю, да, вот, армяне умеют упираться рогом, руками, ногами, вот, потому что, опять же, Степанакерт, и все, что рядышком для них, это их, свое, вот, поэтому они будут за это стоять до конца. Завершаем на этом особое мнение, его гостем сегодня был доцент кафедры истории политических наук Вятского госуниверситета, политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Ильин. Дмитрий, спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Особое мнение на 101FM